Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Демяне, Коке и, конечно, Флориде, Ялте. Я посмотрела Людасика предпоследний стрим, где на него явился, да, снизошел со своего звездного Олимпа Самвел, и за Самвелом, конечно же, прибежал вот это, мы с Тамарой ходим парой, куда Тамара, туда и пара, то есть его бесплатное дополнительное приложение Коке, и как они пели ей дифирамбы, но обо всем и поподробнее. Первое начало стрима, половина стрима, ребята, просто ни о чем. Я слушала про Людасика растущий кадык, про тот тестостерон, который она вырабатывает, ну, в общем, скука и тоска смертная. Мало того, меня поразило вообще присутствие аудитории на этом канале. Почему? Потому что когда канал практически 150 тысяч, а на стриме 92 человека, ребята, это действительно полный провал. Мало того, конечно же, я глянула обзорщиков на Флориду, Ялту, и что я пронаблюдала. Это тот как раз-таки единичный случай, когда у обзорщиков просмотров больше, чем у самой Людасика. Но она такая борет за правду, все подчищает, все вылизывает на своем канале, поэтому за что боролась, на то и напоролась. Никакого альтернативного мнения у нее на канале быть не может. Естественно, все несогласные, недовольные люди перебежали на каналы обзорщиков. Не добавляют ей просмотров и слушают исключительно обзоры на каналы Люды Флориды. Но да ладно, полстрима, ребята, тоска и скука смертная до тех пор, пока это все не оживил своим присутствием Самвел. Как только Людася увидела в чате Самвела все, она даже на несколько секунд забыла о своем кадыке и вот этом тестостероне. Какие посыпались хвалебные речи, как она была искренне счастлива, что вот он, любимый зайчик, у нее прямо на канале. Но недолго музыка играла, и ему она, конечно же, показала свое новое образование в виде кадыка и рассказала про свой тестостерон. Я думаю, это было всем очень познавательно слышать. Ну да ладно, разговор тоже, ребята, еще не об этом. Дальше Людку понесло уже просто конкретно по поводу всего того, что происходит у нее на канале. Мало того, человек ей написал, что, судя по ней, она не совсем в адекватном состоянии, за что тут же улетел в бан. Но сама Люда сказала, что она по жизни ля-ля-ля-ля-ля, так что делайте выводы. Но если человек сам говорит, я ля-ля-ля, а потом ее бомбит, что кто-то написал, что ты не совсем в адекватном состоянии. Вы знаете, я не знаю, какие она таблетки принимает, но то, что ее прет, это факт. И как она сама сказала, пьет эти таблетки последние 13-14 лет. Самое, ребята, мерзкое в этих всех блогерах, когда они начинают рекомендовать те препараты, которые употребляют сами. То есть, в моем понимании, даже препараты, которые употребляют при климаксе, должен все равно назначать врач. Но Люда тулит всем свои лекарства. Глядя на нее, я понимаю, что эти таблетки нормальным людям просто противопоказано употреблять. Потому что станешь такой ля-ля-ля, как сама Людася. Ну и потом она сама рассказала, что ходит постоянно какая-то непонятная, но при этом счастливая. Вот, ребята, делайте выводы, какие иногда препараты употребляют сами блогеры. Ну и когда человек написал, что у нее легкая придурковатость, она обиделась и тут же полетел бан. Мало того, она сама признала, что вычищает все комментарии у себя на канале. Оказывается, ребята, к ней нужно относиться не даже как к подруге. К ней нужно относиться уважительно. Вот вы вдумайтесь, да, какая звезда у этой тети Гарона на голове. И возникает вопрос, а за что к тебе нужно уважительно относиться? То есть, согласитесь, человека уважают за какие-то его конкретные действия. Тут сидит тетка, которая просто часть чем-то чешет своим языком и, оказывается, ее должны уважать. Вот здесь, ребята, сила просто огорошена. И не просто уважать, а они должны думать, зрители, кубатурить, взвешивать каждое слово, которое пишут ей в комментариях. Или иначе, если она изначально видит неуважительное к себе обращение, сразу же бан. То есть, получается, называется «Лежите меня, лежите». Иначе малейший какой-то намек на то, что люди на самолюбие, вот это женщины тонкой душевной организации обидели, и вы улетели. Вы знаете, такого я еще не слышала и не видела реально ни на одном канале. Чтоб человек настолько с собой восторгался, настолько себя превозносил и вот ставил себя на такой пьедестал, да, что именно уважительно. Еще странно, как она не сказала «Ваша честь, к ней нужно обращаться». Но при этом, при всем, оказывается, нужно обращаться к ней конкретно с фразой, как к уважаемому человеку «Будьте любезны». Вот если вы написали «Будьте любезны», будьте уверены, что в бане вы не окажетесь. Ну и дальше Люда сексетовала на то, сколько злых, плохих людей собрано на Ютубе. Как же на нем стало тяжело жить. И началось «Самвел, а скажи, а Самвел, а скажи». И началось «Самвел знает как никто, его маму тоже постоянно обижают». Да, Самвел мог это прекратить, как только это началось. Во-первых, перестать снимать маму, или второй вариант – просто отключить комментарии. Но нет, Самвел просто зарабатывает на этом деньги. И опять-таки, вы знаете, меня поражает эта фраза «Как тяжело, сколько негатива, сколько злых и плохих людей». Если тебе так тяжело находиться на Ютубе, какого рожна ты еще до сих пор на нем? Развернулась красиво по-английски, не прощаясь, и до свидания. Но нет, ребята, здесь хочется вроде как и денег, да, не хочется терять канал. Но при этом еще и хочется, чтобы исключительно были хвалебные оды. Вот знаете, я хотя бы понимаю хвалебные оды, когда люди показывают какой-то мастер-класс. Ну вот честно, да, когда ты смотришь и думаешь, блин, красавчик, вот просто красавчик. Какие-то, когда тренинги идут, но там хотя бы понимание идет, за что человека благодарят. А здесь сидит Людасик, и к ней нужно, да, вот, «Будьте любезны» обращаться. Долго бы она ждала от меня комментария с фразой «Будьте любезны». И тут же Самвел, понимаете, он включился тоже в эту игру, начал жаловаться и говорит, вначале зрители насрут в душу, а потом требуют, чтобы их любили. Интересно, где он видел зрителей, которые требуют, чтобы Самвел их любил. Люди требуют к себе уважения. Люди требуют от него годного контента. Люди требуют прекратить издевательство над матерью и прекратить съемку того, где она беспощадно, беспробудно, постоянно оскорбляет людей. Вот это единственное, что, например, я считаю, требует от Самвела. Но ему удобно преподнести это все, конечно же, именно так. Ну и Людася, та-да, та молодец. Она его поддерживает, ребята, как только видит, все. Уже и про Кадык забыла, она начинает говорить на те темы, которые, конечно же, хочет слышать Самвел. Далее, ребята, Людок поведала всем, что, оказывается, ее жизненная позиция – никого не осуждать, никого не обсуждать и, конечно же, не оскорблять. И буквально через две минуты после этого понеслось. Обзорщики – это же помойные злобонные ямы. Людася сама себе противоречишь. Как же твое, да, не суди, да не судим будешь. Но нет, вот я вижу, крепко задели Людася в свое время обзорщики. Плюс она, видимо, видит в них конкурентах на собственный контент, там, где просмотров больше, чем у нее, и понимает, как же это нечестно и несправедливо. Здесь сидишь, стараешься, трэша нагоняешь, а бах, и просмотров нет. А обзорщики на этом же ее трэше и зарабатывают деньги. Вот такая, ребята, несправедливость в жизни бывает. Ну и далее, ребята, конечно, Людася рассказала, что осуждать нельзя – это грех. Хотя перед этим в этом же стриме Людасик прошлась по доктору, поставила ей диагноз, рассказала, чем та предположительно болеет, какие у нее на выкате глаза. Мало того, поведала всем нам, на каком плохом английском она общается. Проехалась по эмигрантам, которые живут в Америке, и ни хрена до сих пор достойно не выучили английский язык. В общем, замесила всех и всюду. Ну и, конечно же, обзорщиков. И вот здесь у меня возник вопрос. Я уже молчу за двойные стандарты. Я так понимаю, Людочка молодец. Она и вашим, и нашим, и за 2 рубля с пляшем. То есть ее осуждать нельзя, но она может себе позволить спокойно пройтись абсолютно по всем. И никто ее в этом деле не останавливает. И, ребята, главное, каковы хомяки? В этом они ее поддерживают 100%. То есть на нее грязь лить нельзя. Но когда она проходится по другим людям, они с умилением слушают и кричат, да, обзорщикам бумеранги прилетят, да, они все поголовно завидуют Людасику. Представляете, ребята, какой недалекий планктон. Ну и далее Аки Ванга, я не знаю, Аки Нострадамус поведала всем нам, что когда обзорщики окажутся на том свете, Боженька конкретно спросит, кем при жизни ты был. Ты, конечно же, честно отвечаешь, что ты был обзорщиком. И Боженька тебе говорит, вот икунайся в ту грязь и дерьмо, в котором ты полоскалась всю жизнь. Интересно, куда Боженька окунет нашу Вангу? Куда этот Нострадамус доморощенный окунется и где ей? Место найдется в целом раю или ее сразу в ад отправят. Ребята, вы знаете, я когда слушала эти речи взрослой тетки, мне хотелось сказать, по-моему, там гусики с головы разлетелись и обратно в головоньку не слетаются, то есть и в стайку не слетаются. Там все как-то в голове очень хаотично. Вот там такой легкий хаос, как на голове у нее хаотично все. Вот так же самое и в башке. Но при этом она рассказывает, что она как, я не знаю, как кто, но она существо разумное. То есть не просто так, а реально существо, ребята, разумное. Ну и далее, ребята, жаловалась. Жаловалась на своих ближайших друзей-соратников, которые делали коллаборацию с ней, как Кокик любит говорить, коллаборейшн. И тут выставили ролики с ней, полилась на нее грязь на их каналах. Ее мутузили и мутузили в комментариях, а они такие недостойные люди, ничего не подтирали. И опять-таки, что она сделала, как не осудила своих ближайших знакомых. И рассказала, что если бы побольше было таких блогеров, как она, то давным-давно на Ютубе бы не осталось никакого хейта. Все комментарии нужно подтирать. Если у тебя в гостях находится блогер или какой-нибудь другой там знакомый, приятель, в общем, все, что нелестное о нем пишет, нужно подтирать. Самвел в это время и пишет «Ах, ах, ах, ах», а потом «Ха-ха-ха». То есть, походу, он понял, что это камень конкретно в его огород. Коки, я не знаю, понял, либо Самвел ему сам объяснил, что их зашвыряли тухлыми помидорами на канале Флориды-Ялты. Почему, ребята? Потому что, опять-таки, когда Людасик вошла вот в это состояние агонии, когда она всех костыляла за то, что ее видеть или никто на своих каналах не защищает, она забыла, что в данный момент у нее присутствуют Коки, и которые мечтают к ней в машину попасть. И, конечно же, рядом Самвел, потому что в данный момент она для Самвела заменила мамку, то есть, рвет глотку за севку. Но забыла о том, что у них на каналах пишется любая грязь и любое дерьмище. И, то есть, походу, руководствуясь логикой Людаси, они, Самвел и Коки, это одна сплошная грязь, зловонные ямы, и гореть им в аду. Ну и далее отметила, что, конечно же, таких людей, как Флорида-Ялта, на Ютубе все-таки больше людей разумных, умных и с тонкой душевной организацией. Думаю, как хорошо, что на самом деле очень мало таких каналов, как Флорида-Ялта. И, кстати, видно по нему, что он абсолютно не востребован, этот канал, его контент, и абсолютно не популярный. Но при этом, при всем Люда рассказывает, какой она продуманный и прохаванный, конечно же, блогер. Ну и далее рассказала всем, что, оказывается, на раз-два можно блокировать любые обзорные каналы. Вот интересно, почему же она еще этим не занимается. Но что самое интересное, ребята, это вот знаете, когда ты реально пшик, ты пытаешься показать свою значимость. Во-первых, ни один обзорщик адекватный, который давно на обзорах, он знает правила работы Ютуба. И прекрасно понимает, за что его могут заблочить, а за что нет. И опять-таки Люда не учитывает следующее, что если она беспочвенно накидает на кого-то страйки, что будет дальше? Естественно, тот блогер, к которому прилетят страйки, благополучно их оспорит, потому что нарушения контента нет, да, правил и сообщество Ютуба. И кончится тем, что под мониторинг, причем очень жесткий, попадет сам Людасика канал, потому что она на незаконных основаниях накидала кому-то страйки. Поэтому, Людка, перед тем, как языком молоть, ознакомься, что такое страйки и как блокировать можно другие каналы, не показывая свою значимость в том месте, где ее абсолютно нет. И, кстати, когда она начала рассказывать, что Ютуб сейчас борется за права блогера, хочется сказать, Людок, выдохни в очередной раз. Ютубу плевать, с кого зарабатывать деньги. Вот от слова вообще и совсем. По той простой причине, что, ребята, Ютубу главное напихать рекламу. И чем больше просмотров будет на данном канале, чем чаще посмотрят эту рекламу, тем лучше Ютубу. Ему плевать. Обзорщик это, я не знаю, канал с кошечками собачки. Канал это Флориды Ялты. Ему главное деньги. И опять-таки, если, например, расставить приоритеты, да, взять, например, просмотры той же Флориды Ялты и, например, мои, Ютуб отдаст предпочтение мне. Почему? Потому что у меня просмотров, ну, как минимум, в 4-5 раз больше, чем у самой Флориды Ялты. И за кого он будет бороться? Естественно, за того блогера, который больше ему приносит бабла. И когда Люда кричит, я все знаю по Ютубу, ни хрена она на самом деле не знает. Только вот пытается рассказать, какая она умная, прохаванная тетя. Ну и опять-таки, да, ребята, дальше рассказала, что обзорщики хуже проституток. Да. Но при этом она, конечно же, ни в коем случае никого не обсуждает и пусть занимаются, чем хотят. Интересно, а с кем сравнивает себя конкретно Флорида Ялта? Но этот вопрос, наверное, да, останется, конечно же, без ответа. Ну и далее выяснилось, что Людася параллельно еще является фанаткой Кашпировского. Я так поняла, вот этот ее кадык, который растет, остановил в росте и уменьшил лично сам Кашпировский. Я не знаю, то ли он Людасяку воду заряжает через экран своими энергетическими потоками, то ли саму Людасяку заряжает. Но у меня ощущение, что это какой-то инопланетный гость, такой вот, знаете, с планеты Зю какой-нибудь, который случайно приземлился на нашу планету. Она мне очень и тем самым напоминает эту Пизу-Пизу. Вот очень они с Пизой, похожи по формату. Ну и далее я рассказала, конечно же, Люда всем, что скоро Сэмвел, оказывается, мечтает жить таким образом, как Люда, быть независим ни от кого. И Люда сказала, что скоро Сэмвел 100% переедет, купит трейлер этот, и они будут уже путешествовать вместе. Она в своей машине, а у Сэмвела будет модный трейлер, и она ему покажет всю абсолютно Америку. Ну и вот так вот, ребята, для меня сегодня выглядела Флорида Ялта, уникальная тетя, буду за ней поглядывать. А пока со всеми прощаюсь, до новых встреч!